Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков сегодня стал подозреваемым. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По данным следствия, Сердюков, будучи главой военного ведомства, поручил подчиненным построить за счет министерства автодорогу в Астраханской области. При этом никаких приказов с обоснованием трат не издавалось. В итоге казна потеряла порядка 56 миллионов рублей. Работы по озеленению проводились бойцами-срочниками авиационной части, а автодорогу строил батальон железнодорожных войск. То есть вместо службы и обучения военному делу, одни солдаты занимались высаживанием тополей, причем, заметьте, в Астраханской степи, а другие прокладкой частной автодороги, они железнодорожных путей для укрепления оборонспособности страны. Дорогу все-таки построили, правда, воспользоваться ей могли только владельцы и посетители частной территории. Сам Сердюков уже вызван на допрос. Встреча со следователем состоится 3 декабря. Как подтвердил адвокат, экс-министр, его клиент получил уведомление о том, что из свидетеля он превратился в подозреваемого. Однако своей вины не признает. Про реакцию говорить сложно, потому что только с утра мы от журналистов узнали о возбуждении уголовного дела в отношении Сердюкова по статье «Халатность», а после этого я посмотрел на сайте, соответственно, что сообщает Следственный комитет. Значит, эпизод этот нам достаточно хорошо известен. Анатолий Сердюков по нему уже допрашивался, ничего там нового для нас нет. В статье «Халатность» не считается тяжкой. По части первой ее инкриминирует экс-министру. Наказание такое – штраф до 120 тысяч рублей, год исправительных работ или арест на 3 месяца. Сейчас Сердюков возглавляет Федеральный испытательный центр машиностроения прежней высокой должности. Он лишился после начала расследования многомиллиардных хищений в компании «Оборонсервис». По тому делу Анатолий Сердюков проходит как свидетель, а обвиняемыми стали 5 человек, в том числе и экс-начальник Департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. Как сегодня заявил Владимир Маркин, следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать об ужесточении меры пресечения в отношении Васильевой. Сейчас она под домашним арестом. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова